Карта медийных компетенций это навигатор и помощник в профессиональном развитии для всех тех, кто в медиа работает. Посмотрите, здесь 316 компетенций, тропинок, повышение квалификации, по которым вы можете пойти. Никто и никогда не сможет владеть всеми-всеми этими навыками в полной мере. Нереально, как бы нам кто ни говорил. Как же карта может помочь в ежедневной практике? Например, вы журналист региональной газеты. Возьмите маркер и выделите одним цветом те навыки, которые у вас хорошо отработаны. Смотрите, мы получаем ваш профессиональный профиль, то, что вы умеете делать хорошо. Но ведь вы хотите развиваться дальше и нужно сориентироваться в какой области? Вы хотите двинуться больше в редакторскую или менеджерскую сферу? Или вас больше тянет к продюсированию? Хотите ли вы специализироваться на мультимедийном производстве? Или пойдете в сторону публичных выступлений? Это как лес со множеством тропинок. Карта помогает вам сориентироваться. Выделите вторым цветом маркера те навыки, которые вам хотелось бы у себя развить. Так получается индивидуальный образовательный маршрут. Отмечая те или иные тропинки, вы осознанно рисуете свой профиль медиаспециалиста. Уникальный профиль. Неважно, вы начинающий, автор-студент или акула-пера с наградами. В профессиональном развитии не бывает точки. Этих тропинок очень много. Если же вы редактор, карту можно использовать и для формирования вакансий. Выделите то, что будущий сотрудник должен в реальности делать. Неважно, как вакансия будет называться. Слов сейчас модных очень много. Но список компетенций наглядно покажет кандидату, что именно ему предстоит делать. Если вы преподаватель коммуникационной специальности, журфака или направления пиара, если вы ведете тренинги или курсы для специалистов мира медиа, по этой карте вы можете сформировать программу курса и показать своим студентам, чему именно они научатся. Под словами журналист, редактор, режиссер, продюсер, разные люди понимают совершенно разные наборы навыков. Карта медийных компетенций помогает находить общий язык, потому что она конкретна и основана на реальной практике реальных медиа-компаний. Субтитры создавал DimaTorzok